2 августа, в день памяти святого пророка Божьего Ильи, Евпаторийская Святая Ренская Церковь отметила свой престольный праздник. Как и прежде, он собрал много православных христиан из Евпатории и других городов бывших стран СНГ. В этот день также отмечали 94-ю годовщину создания воздушно-десантных войск в России. Пророк Илья почитается и как небесный покровитель этого рода войск. Поэтому вместе с многочисленными верующими, прихожанами и гостями храма ему молились воины и ветераны ВДВ. Божественную литургию возглавил благочинный Евпаторийского церковного округа, настоятель Святой Ильинской Церкви, протеерей Иосиф Фарковец. В сослужении благочинного Алуштинского церковного округа протеерея Сергия Слободенюка, благочинного Кировско-Белгородского церковного округа протеерея Георгия Барзула, храмового духовенства, священнослужителей патриотского благочения и гостей в священном сане. День памяти святого пророка Божьего Ильи – большой праздник, который особо почитается в нашем народе. Живший 3000 лет назад, он не забыт в истории. Мы продолжаем воспевать гимны и произносить молитвы в честь этого пророка, обращаясь мыслю к его подвигу. Илья получил от Бога особые дары силы, что позволило ему пройти многие испытания и страдания, выступив против 450 лжепророков израильского царя Ваала и укрепив веру в истинного Бога в своем народе. В наше время Божья правда также остается вызовом для каждого человека, общества, народа и государства. Люди свободно приходят в церковь, прося угодников Божьих направить на путь истины и помочь понять их поступки. И благодарят за это. Вот и пророк Илья был таким вдохновенным свидетелем Божьей правды и Божьей воли, хотя жил в непростое время. История его пророческого служения учит нас тому, что оно сопряжено с риском. В какой-то момент каждый, кто осмеливается говорить миру правду, становится изгоем. Однако в противовес этому выступает жизнь по вере, исполненная святости, мира, благочестия, порядочности, верности, долгу и отчизне. Народ твердо верит. И именно все эти ценности, которые сегодня зачастую пытаются оттеснить и придать забвению, формируют человеческую личность и человеческое общество, способное к внутреннему саморазвитию. Благочинный Евпаторийского церковного округа, настоятель Святой Иолинской церкви Протеерей Иосиф Фарковец сердечно поздравил всех верующих с праздником и призвал помнить тот великий урок, который преподал нам святой пророк Божий Илья, пройдя через многие страдания для укрепления в своем народе веры в истинного Бога. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день в жизни Церкви Христовой знаменован Днем памяти Святого Пророка Божия Ильи, в честь которого и освящен этот Святой Храм. И пророк Божий Илья является покровителем не только этого Святого Храма, но и покровителем всего христианского мира и множества воинов, которые сегодня защищают рубежи нашей Родины. Пророк Божий Илья, ветхозаветник Пророка, является основателем пророков и своей жизнью указующий нам тот пример верности Богу, Его служению, несмотря ни на что. Пророк Божий Илья и сегодня с нами вместе здесь. Он там, где совершаются молитвы, он там, где совершается служба Божия, где идет служение единому истинному Богу. Всю свою жизнь он посвятил для того, чтобы ревностным житием и служением научить народы не сходить с истинного пути богопочитания. В то нелегкое время, когда язычество распространялось по той земле, где он находился, он не боялся ничего, не боялся никого, но знал, что правда Божия и сила Божия всегда с ним. Очень часто на нашем жизненном пути происходят разные ситуации в жизни, и мы всегда просим Господа Бога, Господи, помоги нам, Господи, укрепи нас. И часто мы приходим в Храм Божий и не знают, кого еще попросить, того или иного святого угодника Божия. Но я знаю, что множество людей приходят и в этот храм, и в многие другие храмы, и обращают свои молитвы пророку Божьему Ильи за помощью, и он всегда молит милостивого Бога, и всегда благополучно разрешаются те вопросы, когда мы просим искренне, с верой, у Бога и у пророка Ильи Божия. Дорогие братья и сестры, всех вас сердечно хочу поздравить с этим великим праздником, и всех хочу пожелать молитвенного заступничества этого великого угодника Божия. Клирик Святой Алинского храма протеерей Георгий Куницын, который много лет был его настоятелем и трудился над возрождением этой святыни, отметил, что пророка Илью не случайно избрали покровителем воздушно-десантных войск. Ведь на воинстве лежит особая ответственность за сохранение всего того, что имел пророк Илья, а именно веру в Бога и в правду. Если воинство откажется хотя бы от одного из этих аспектов, никаких побед не может быть, и мы знаем это из истории. В этот день священнослужители желали всем воинам и православным мирянам твердо хранить веру и никогда не отступать от истины. «Много святых нас учат христианской жизни, а пророк Илья учит нас молитвой. А что такое молитва? Потому что этот вопрос я очень часто задаю людям. А что такое молитва? И не все знают, а что же означает слово «молиться». Молитва – это разговор христианина с Богом. И когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Но мы обращаемся в большинстве, можно выразиться, через посредника, через своего ангела-хранителя, через тех святых угодников, которые близки нам и дороги нашему сердцу. И мы постоянно к ним обращаемся. И пророк Илья учит нас, как нам молиться. А молиться нам учит нас от полноты нашего сердца, от полноты нашей христианской души. И когда мы делаем это искренне, от полноты нашего сердца, мы непременно и получаем ответ. Поэтому будем возлагать большую надежду на предстательство этого угодника Божия. И возлагать на него надежду, что он научит нас и укрепит нас всех в молитве. С праздником! После праздничного богослужения вокруг Клинского храма прошел крестный ход в чудотворной иконы пророка Божьего Ильи и со светлыми песнопениями. Во время крестного хода читалось Евангелие. Верующих окропляли святой водой. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Речи Господь, ко пришедшим к нему иудеям, аз есмь дверь, мною аще кто внидет спасеться, и внидет, и изыдет, и пажить обрящет. Вообще в этот теплый солнечный день утром был совершен водосвятный молебен. Православные христиане просили Бога о мире и здравии, ставили свечи святым угодникам Божьим, открыто и радостно общались со священнослужителями и друг с другом. После службы во дворе храма всех угостили вкусной обильной трапезой, пищей, приготовленной с любовью. Общий стол стал не просто перекусом, но еще одним способом укрепить духовные связи между братьями и сестрами во Христе. Благословенный праздник Святой Алинской Церкви наглядно показал. Православные особо чтят пророка Божьего Илью, который с небес посылает нам благодать и защиту. Его молитвами дохранит Господь всех. Пусть каждый на своем жизненном пути постоянно ощущает божественную любовь, мощный свет и силу. Валентина Лавренко, Алексей Гладков и в подаристское время. Ещё раз и ещё раз в этот великий праздник хочу всем вам пожелать радости на душе. Радости той, какую мы испытываем в праздник воскресения Христова, Пасху. Потому что мы, наверное, знаем многие, что престольный праздник – это вторая Пасха. И в престольный праздник мы будем стараться, чтобы на душе была такая же радость, как в радость Пасхи. Всегда Господь радует нас своим воскресением. А Пророк Божий Илья нас радует своими молитвами и своим заступничеством. Хочу поблагодарить всех прихожан нашего храма за подготовку храма, территории к престольному празднику. Всех гостей, которые прибыли сегодня на это молитвенное и духовное торжество. Хочу поблагодарить наших батюшек, дорогих священнослужителей, которые сегодня из разных уголков и нашего не только богоспасаемого Крыма, но и нашей богоспасаемого Отечества прибыли помолиться сегодня в этот святой храм, разделить радость престольного праздника. Продолжение следует...